Всем привет! В этом небольшом видео я хочу показать, как с помощью АКИ можно построить простое распределенное приложение. То есть мы поднимем два приложения на разных портах и организуем между ними общение. А значит, то же самое можно сделать и на реальных машинах. Для этого мне нужно два проекта. Вот я создал два проекта. Они почти идентичны. На данный момент у них отличается только файл конфигурации. Но перед тем, как перейти непосредственно к коду, стоит еще сказать, что я подключаю две библиотеки. Одна вот именно для этих вот удаленных взаимодействий и акторов. То же самое я сделал в другом проекте. Использую скалу 1208, как вы видите. Теперь давайте быстренько файлу конфигурации, которую мы будем подключать к нашей акторной системе. Сперва пишем актор, провайдер. Провайдер, провайдер – это, скажем так, выбирает провайдера удаленных ссылок, как мы видим, чтобы было возможно удаленное взаимодействие. Второй вот этот вот отдел, он, собственно, нам нужен здесь транспорт указать и нужно указать параметры TCP, хост и порт для приема запросов. То есть это то, где мы собираемся слушать. То же самое я сделал, то же самое я сделал на соседнем, на соседнем проекте. Окей, сделали. Теперь давайте идем в наши проекты и начинаем создавать, создавать наше распределенное взаимодействие. Для начала мне нужен файл конфигура, чтобы подключить вот этот файл. Файл конфиг. 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 Что-то я затупил. Как называется? Конфиг в факторе. Конфиг в факторе. Лоад. И здесь я просто указываю файл из ресурсов. Так я пишу. Понг. Конг. Все. Теперь создаем актер-систем. Значит, такс. Давайте я лучше все буду. Понг. Систем. Систем. Актер. Систем. Здесь мне нужно передать наш конфиг. И давайте я передадим имя Понг. Чего он ругается? Потому что я неправильно... Потому что я неправильно... Неправильно... Вот. Вот. Хорошо. Теперь дальше поехали. Понг. Систем. Что мне дальше? Мне нужен какой-нибудь класс. Понг. Мне нужно создать актера, который я буду использовать для взаимодействия по сети. Так. Принимать я буду любые сообщения. Для начала я отпечатаю, что... Понг. Гет. Икс. И давайте... Я еще введу счетчик. Так. Засну. Чтоб у меня моментально все не... не отпечатывалось. И мне нужно вот тут вот отправить обратное сообщение. Пока я его оставлю... незаполненным. Так. Теперь мне нужно создать этот актер. Warpong actor. Для этого пользуемся нашей системой. Ponc system. Actor of props. Передаем имя класса. Можем задать имя еще. Println Println Ponc actor. Так. Сейчас я это запущу, чтобы показать, какие пути у нас организуются. Так. Вот я поднял. И что мы видим, что starting remoting адрес наш локальный, где мы готовы слушать. Вот. Мы готовы слушать. И смотрите, какое имя отпечаталось или адрес для нашего Ponc. Видите, да? Поэтому я здесь введу еще path. пингом. И только теперь это я все исправлю на пингах. теперь я беру контекст контекст и after selection path. И теперь я просто все копипачу копипачу, копипачу метод main здесь. И исправляю только вот здесь порт, здесь название, здесь пишу ping, здесь тоже ping, здесь ping, здесь ping, здесь ping, здесь ping, ох, сколько пингов-то. Так, ping, ping, интересно, есть какая-нибудь операция, чтобы исправить все это? Так, быстренько проверяю, подключил ping, название актерной системы ping, актер у меня называется ping, и здесь мне нужно еще отправить стартовое сообщение, чтобы коммуникация пошла. Для этого я беру наш наш актер и отправляю ему сообщение старт. он это сообщение примет и затем отправит pong вот сюда. А затем pong отправит тому и все, все готово. Можно запускать. Как мы видим, коммуникация есть. Я здесь только забыл и увеличить на единицу добавил и опять так, вот эта ошибка мне пока непонятно, но она ничего не сбивает, то есть как получали, так и получали. Здесь какой-то ворн, пока непонятно мне. Ладно, я вот здесь вот еще копипаст, копипаст, но неправильно ввел. Вот здесь путь должен быть вот на на этот актор, а вот этот путь должен быть на этот актор. Значит, мне вот здесь нужна система, акторная система пинг и актор называется пинг. И здесь наоборот. Ну и собственно, вот коммуникация, как мы видим, весьма успешна. То есть, они получают информацию друг от друга. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Реал-тайм общения, можно сказать, по сети. Вот так вот можно с помощью Аки очень просто построить распределенное приложение. Вот чем Ака хороша? В верхнем уровне язык взаимодействия как внутри программы, так и в распределенном режиме он никак не отличается. Мы акторам посылаем сообщения точно таким же образом. Круто, круто. На этом все. See you next time.